МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вас приветствует дежурная бригада в составе Анны Водоватовой и Александра Хузякова. По пермским дворам и улицам мы колесим на комфортабельном автомобиле Лада Веста, который нам любезно предоставил Лада Центр Перм, что наспешило выступать в Камской долине. Судя по погоде последних двух дней, этим выключателем, а точнее включателем, который расположен на фасаде одного из домов по улице газеты «Звезда» уже кто-то воспользовался. Так что поворачивать мы здесь ничего не будем. Как бы все не испортить, уж лучше пусть весна теперь наступает окончательно и бесповоротно. По этой дороге каждый день держат путь жители нескольких домов, расположенных на улицах Тимирязева и Горького. И дело вовсе не в том, что проход такой узкий, а в том, что он опасный. Ведь уже не первый день с фасада бойлерной, мимо которой проходят люди, отваливаются куски кирпичной кладки. К счастью, пока никто не пострадал. Но, как нам кажется, проход все же следует перекрыть. Уж пусть лучше путь у людей станет длиннее, но зато безопаснее. Сегодня днем у дома номер 33 по улице Клары Цеткин появился трактор. Для того, чтобы почистить территорию. Но свелось все к тому, что он вдруг начал сгребать снег на газоне. Вместе с кустарниками, которые находились в снегу. Далеко заехал, аж на несколько метров. Трактора здесь давно уже нет. А местные жители до сих пор пребывают в недоумении. Так что же это все-таки было? Весна на отдельно взятом кустарнике. Пермячка Анна Семенова рассказала нам о том, что в Закамске на Кировоградской 33 на одном из кустов сирени начали набухать почки. И это в начале февраля. Тем временем на Парковом, во дворе дома номер 24В по улице Строителей, сирень уже вовсю цветет. Ну а рассказала нам об этой милой шутке. Кого-то из местных жителей Наталья Голдобина. На этой позитивной ноте мы и заканчиваем наше сегодняшнее дежурство. Свои сообщения вы можете передавать, как всегда, в информационно-справочную службу дежурной по городу по телефону 2-630-300. Можете также оставлять сообщения и фотографии на стене группы дежурной по городу ВКонтакте. Ну а на сегодня, пожалуй, все. Удачи и до скорой встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова